В ходе диалога с главой государства жители города отметили важность присвоения Бендерам почетного звания «Город воинской славы». Напомним, такое решение было принято президентом Евгением Шевчаком в 2012 году в связи с проявленным мужеством, стойкостью и массовым героизмом защитников города в борьбе за свободу и независимость Отечества. Кроме того, в мае 2015 года при въезде в Бендеры была установлена стела «Город воинской славы». Позвольте выразить вам благодарность за то, что вы в свое время решили тот вопрос, который ваши предшественники не могли решить в течение четырех лет. Нашему городу было присвоено заслуженное почетное звание «Город воинской славы». Но мы на этом не останавливаемся и поэтому просим вас оказать содействие в налаживании многосторонних связей с городами Российской Федерации, по примеру, Террасполя, Новосибирска. Также прозвучало предложение о вступлении города Бендеры в Межгосударственный союз городов воинской славы и присоединению к соглашению о многостороннем сотрудничестве между городами-героями и городами воинской славы. «Сейчас проводится работа по установлению прямых межрегиональных связей между крупными городами Приднестровья и крупными городами Российской Федерации. Буквально завтра планируется визит в Россию и мы будем в том числе обсуждать возможности установления таких прямых контактов тоже с другими крупными городами. В том числе, буду наперед раскрывать планы, в том числе мы сейчас рассматриваем вопрос нахождения партнеров и для города Бендеры». На встрече особо подчеркивалась значимость сохранения памяти о тех, кто ценой своей жизни отстоял республику в 1992 году. Президент Евгений Шевчук сообщил, что в настоящее время ведется комплексная работа по благоустройству и реконструкции места захоронения защитников Приднестровья.